Так, ребята, сейчас вы увидите моего мальчишку. Когда-то я сильно раскрутил, сейчас забывать начали. Ну а как же? Какое ему сейчас дело за садоводство, когда он ходит на очень дорогие занятия по информатике? Вот, еще один айтишник. Я считаю, что грион айтишников хорошо, но будущий садовод супер. Это лучше. Давайте посмотрим на него. Вот он. Как говорил этот в пультфильме, тип гражданской наружности. Хочешь, посмотри, улыбнись и махни рукой. Вот так. Все, некогда с кожеляса точить. Вот, и так. Ну, скажу за него. Этой грядке он садит 50 косточек персика. Сейчас скажу, какого. Покажи, насколько глубоко садишь. Ну, если так смотреть, не больше сантиметра, да, не глубже. Ну-ка, покажи, покажи, покажи. Да, где-то так. Ну, давай еще одну до наглядности. Так. Так. Ну, все понятно. От полу сантиметра до сантиметра. У нас тут мышь улетает. Вот, что есть, то есть. Вот. Теперь смотрим, что было год назад. Год назад здесь была грядка. 35 косточек выросла. Вот. И лучшее выглядит вот так, вот так и вот так. Вот видите, на них ленчики висят. Значит, я на них глаз положил. Вот эти три переедут на новое место. Почему? Идет война. Война страшная. Вот. А завод против огородника. Вот. И в результате, если посмотрите, у меня уже большая-большая плешь. Такая ровная, такая. Без единого волоска. Вот. Так я опять. На огороде были выращены 35 персиков. Часть продана. А эти персики переедут в другое место. Что такое другое место? Сейчас покажу. Мне пришлось со слезами на глазах делать вот такую работу. Сейчас увидите. Вот. Вчера посадил, привел. Ой, привел. И полил. Одна. Другая. Ну, здесь уже было намечено годом раньше. Почему? Бывает такое. Вот здесь росла яблоня. Неудачно и страшно. Ладно, сказал себе. Давайте здесь посмотрим. Вот здесь пришлось пожертвовать вот таким вот абрикосом. Смотрите. Туда наверх. Сихотолинский. Так получилось, что впали с ним на расстоянии меньше метра рост. Второй абрикос. Вот. Ну, почти такой же. Вот. По диаметру такой же. И по высоте такой же. Вот. Это всекотолинский. У меня их осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть. Один пересажен в это. В то место опять пересажены соседа. Сейчас вам покажу соседа. Еще скажу пару слов про соседа. Почти матерных. И так. Видите? Это я через дырку в заборе. Это их ровесник. Но он пересажен и сильно отстал в росте. Видите? Вот его попытка что-то на него привить. Потому что он очень мелкий. Назвать диким нельзя. Назвем полукультурный. Вот еще. А там еще. И так этим добавим еще соседских пять. На том участке два. Еще двум соседям по одному подарил. Вот это есть в потопке Сегатолинского. Но вот персик мне оказался важней. Вот я из двух соседей один выпилил. Получилась неплохая полянка. И сюда я посадил два персика хасанских. Вот с той самой деляной. Вот. Ну. пусть они поразвернули немножко были поменьше. Все. Готово, Тимаш? Сделал? Молодец. Так. Ну. Это не все. Горькая правда заключается в том, что если вы видели фильм, на том участке было выпиливано больше десяти манджурских абрикосов. по одному абрикосу фаина королевский бай. Вот. Рыжий. Здесь вот в общем обновление идет. Здесь вот было вчера выпилено. Так. Еще ничего не подсажено. Тут кое-что растет. А вот здесь вот еще один подсаженный. Видите? Здесь тоже есть пень. Просто его сейчас не видно. Вот. И годом раньше были выпилены несколько абрикосов вот здесь. Хотя место очень затененное. Но в отчаянии посадил здесь семь сеянцев персиков хасанских. Вот они. самые лучшие выглядят вот так. Вот. Ну посадку вы видели. Досечка чтобы не было контакта с землей чтобы меньше гнил. Посажено ровно по корневую шейку. Вот. Первый год он просто погиб. Видите? А со второго года он там мощный прирост. А почему погиб? Не климат пришлось его перестраиваться ему на ходу. То есть это перебываемся на ходу. Переходим на полукровную форму. И так раз два три четыре пять шесть семь вот это деляние. Солнце мало расти будет плохо. Вот. Чтобы еще как-то расширить дать ему побольше места вот здесь выпилил абрикос вот здесь ветку уничтожил которая глядела в эту сторону. вот сюда доходило. Вот этот выпилил. Видите? Ну что делать? Такова седовишка. Так. Можно закончить этот разговор. Итак. Ребенок посадил сеянцы персикового абрикоса. О, персикового это, персика. Вот такие дела. Почему я еще персика слива показывал, но прялки не осталось ни одного плода на ней. Вот это чудо из чудес. Вот она. Пока она у меня в единственном числе. Видите? Пока. Ну, веток 10 продам вам. Вот. Персика мичурина слива. Это седевр. Вот. Там у меня много новинок. Вот там, вот там, вот там. Растут густо, и я уже вынужден был вчера не только тут спилить дерево, а еще вот там, куда я показываю, спилить еще три абрикоса. Два манджурских и один культурный. Уже маленечко приезжаю. Вот. Потом еще больше приезжу, потом еще. И когда-то между ними будет 5-6-7 метров. Останутся только великаны. А потом, как-то на том участке прошло 30 лет, великаны за один день были спилены. Ну, не за один раз, вообще-то за три раза. Сразу не хватало мне терпение. Терпение. Нет, даже не терпение. Очень переживал ледол пил. Вот. А потом пришлось все-таки убирать сильное густо. Вот. Сильное густо. Показывать результаты моей деятельности. то, что зеленое, это вчера было спередо. Вот они, видите? Вот пень. И еще один пень не видно. Вон он. Вот. Видите? Такая действительность. Вот такая она действительность. Вот. Приготовлены покрышки. баусные выпросил. Здесь будет разведен костер. И все это сожрано. Будет это зимой. Так? Когда все закроет снег. И когда про возможные пожары забудут.